Из минусов в Nightcore HU60, на мой взгляд, это ближний свет слишком холодный. То есть он светит не вот прям на 100 метров, он на пятя даже не светит. То есть я думаю метров 40, вот еще можно что-то увидеть. А как освещение постоянное где-то в походе, в беседке очень удобно. Наверх закрепить и освещение можно прям с пульта, то есть как люстра на пульте у вас. Привет YouTube! Добро пожаловать на канале Rubicon. А в этом видео я расскажу о плюсах и минусах таких налобников как Nightcore HU60 и VURCAS HD20. Однако в этом видео будет и третий налобник, отгадать который предстоит вам, зрители, за приз. То есть это будет конкурс. Однако видео нужно смотреть полностью, чтобы не пропускать важные моменты. Но прежде чем все это начнется, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Поехали! Итак Nightcore. Nightcore самый главный плюс в этом фонаре, это то, что он работает от USB. То есть это дает возможность подключать фонарь от Powerbank, то есть запитывать и уже Powerbank прятать. Либо куда-то к себе в карман там во внутренние, либо еще куда. Либо в рюкзак. То есть зимой это огромный плюс, потому что есть возможность не заморозить источник питания. Потому что когда на голове холодно, источник питания замерзнет и света вы уже не получите. Вот. Это первый плюс. Второй плюс это здесь раздельный свет. То есть ближний отдельно и дальний отдельно. И еще их можно комбинировать. Дальний, кстати, реализован четырьмя диодами. То есть освещение такое мощное. Прям метров на сто нормально прям лупит. То есть можно все хорошо рассматривать на больших расстояниях. При том, что это на лобни. Третий плюс это оголовное крепление. Здесь оно, на мой взгляд, наверное, самое лучшее. Потому что я лучше не встречал. Потому что здесь, во-первых, перфорированное оно. То есть кожа дышит. Во-вторых, здесь есть силиконовая проставка, чтобы не соскальзывало. Ну и в-третьих, имеются светоотражающие элементы. Хотя их можно было бы сделать, так сказать, версию без светоотражающих элементов. То есть, ну такой вот. Это лично мое мнение. То есть, на мой взгляд, было бы целесообразно. Потому что не всем нужны эти светоотражающие элементы. Хотя это, конечно, плюс. И четвертый плюс это блютуз управление. То есть у данного фонаря имеется пульт. Вот он у меня сейчас на руке. И я могу прямо с пульта этот фонарь включать. То есть, конечно же, можно управление осуществлять из самого налобника. То есть с корпуса. Вот здесь три кнопки. Ну и также с пульта. Вот я сейчас включу прямо с кнопкой. Вот он загорелся. Я могу увеличивать мощность. Вот так вот. Ну и, соответственно, все это дело очень удобно. Из минусов в Nightcore HU60, на мой взгляд, это ближний свет слишком холодный. То есть, если ближний был бы потеплее, было бы вообще идеально. То есть, некоторым людям это не нравится. Лично я как бы это, так сказать, проживал. Мне это не страшно. Потому что я пользовался китайцем. И, в принципе, мне его даже хватало. Но здесь вот он однозначно прям холодноватый. Этот ближний. Дальний нормальный. Дальний он типа нейтрального. Но ближний прям откровенно холодный. То есть там 6500, наверное. Вот так вот. Вот. Ну не знаю, минус это не минус. В общем, такая вот ситуация. И еще один минус. На мой взгляд, это минус. Это вот этот индикатор. Он постоянно моргает. То есть, когда фонарь включен с пауэрбанком. То есть, когда питание подключено. Вот этот индикатор вокруг кнопки. Он постоянно пульсирует синим. То есть, это разряжает, как минимум, аккумулятор. То есть, я не знаю, зачем это сделали. Хорошо, когда он есть, конечно. Но еще лучше, чтобы его можно было бы выключить этот индикатор. Но, к сожалению, я пока не знаю, как его выключить. Мне кажется, он не выключается. В общем, это из основных минусов. Если вы знаете еще какие-то минусы, обязательно пишите в комментарии. Мы с вами пообщаемся. Тем более, что я могу потестировать этот фонарь. То есть, по вашим просьбам. Еще один плюс у Nightcore, который я забыл упомянуть. Это то, что этот фонарь, он от вот этого своего крепления легко снимается. И уже можно использовать в качестве велосипедного. То есть, есть специальное крепление, даже Nightcore специализированное на велосипед. И, собственно, с учетом того, что это с пультом, с дистанционным, то на велосипеде очень удобно будет использовать. То есть, можно вот этот вот пультик закрепить прямо рядом с переключателями скоростей. То есть, где-то вот здесь вот. И прямо так кнопкой сразу свет включать. То есть, не отрывая руки от руля. Это очень важно, если вы где-то едете по каким-то там агрессивным местностям. То есть, где нужен полный контроль. То есть, прям не отпуская руля, прям перещелкиваете освещение. То есть, это, на мой взгляд, удобно. С Nightcore HU60, я думаю, все понятно. Плюсы и минусы я озвучил. Теперь речь настала VURCAS HD20. Здесь плюс тоже раздельный свет. То есть, это ближний и дальний, выполнен раздельными диодами. То есть, здесь все нормально. Ближний, кстати, хочу заметить, очень приятный. То есть, это теплый, с высокой цветопередачей свет. Не такой широкий, как на Nightcore. Но все равно заливает, прям отлично. Очень широко дает. Не вдаль, а именно вблизи. То есть, где-то какие-то работы выполнять. Вот на капоте, на машине, там вот. Или в чулане, там в гараже. То есть, вообще супер. Освещение очень приятное. Дальний похолоднее. Ну, там что-то ближе к нейтральному. Не холодный. Опять же, не холодный. И, соответственно, это уже дальний. Светит, ну, не вот прям вдаль, конечно. С Nightcore это не сравнится, дальний. Но средненький такой, метров на 30. Отлично. Может, даже побольше. Может, на 40. То есть, вдаль можно светить. Второй плюс у Vurka с HD20. Это возможность использовать аккумулятор 21700. Вот лично я пользуюсь 18605 аккумулятором тут с переходником. Часто, кстати, заряжаю. Прям вот заметно ощутимо. Прям постоянно вот он разряжается, разряжается. Но еще аккумулятор, вот этот обычный китайский, там, литокаловский. Если был бы какой-то оригинальный, возможно, бы подольше хватало. Но, тем не менее, 21700 можно использовать. И это огромный плюс. Хоть и веса добавляет, но зато время работы увеличивает. И есть еще в этом фонаре возможность пауэрбанка. То есть, если вы 21700 аккумулятор используете, скажем, на 5000 они даже есть, то в районе 2-3 тысяч он может отдать в качестве пауэрбанка. То есть, телефон среднестатистический такой, вы сможете зарядить разок. Это очень важно. То есть, в качестве такого аварийного источника питания фонарь даже можно использовать. Так, еще один плюс Vurka с HD20. Это его универсальность. Во-первых, здесь имеется магнит. То есть, можно крепить под любым углом, куда-то там в ножик даже. Ножик воткнуть. То есть, и под любым углом закрепить. Также на капоте, на крыле. То есть, в автомобиле где-то копаться при магните очень удобно. Имеется оголовное крепление. То есть, можно использовать в качестве налобника. Пусть даже и тяжеловато, там, с 21700. Но это крайность. То есть, использовать можно. И также у этого фонаря имеется клипса. То есть, можно просто на клипсу повесить куда-то на ремень, либо на рюкзак, на лямку рюкзака. И также идти свободно освещая. То есть, фонарь весьма универсальный. И еще один плюс у этого фонаря. Это то, что здесь очень много режимов. На самом деле, здесь куча режимов. Здесь всякие маяки, там, стробоскопы, сосы. Нет, конечно, красного света. Для соса вот красный был бы очень уместен. Но и белым очень ярко прям слепит. Недавно выбирался в поход с палатками и, купаясь в водоеме, решил поставить его, включив режим маяк. Только он так слепил. Он прям вот пульсирует, моргает. Очень ярко. То есть, если куда-то наверх, вот чтобы вас там вертолет заметил, я думаю, он вас точно не пропустит. То есть, конечно, это лучше, чтобы таких ситуаций не возникало. Но, тем не менее, режим маяка, вот, стробоскопа очень яркий. То есть, он использует сразу оба диода. И они прям на максимум, на турбо режим вспыхивают, прям моргают. Очень ярко. То есть, вот эти плюсы. Я считаю, что они делают фонарь очень хорошим. Ну и, конечно, этот Wurkos HD20, он не идеальный. То есть, есть и минусы. Главный минус – это дальний режим. Он, как таковой, не дальний. Он средний. То есть, он светит не вот прям на 100 метров. Он на пятя даже не светит. То есть, я думаю, метров 40. Вот еще можно что-то увидеть. Но дальше это уже там присматриваться только. В общем, дальнего, как такового, нет. Есть средний. Второй минус у этого фонаря – это крепление. То есть, здесь самое дешманское крепление. Ну, фонарь бюджетный, понятное дело. Но, если бы его сделали перфорированным, дезодорированным, нет, ну, серьезно, сделали бы вот отверстие, ну, светоотражающих можно и не делать элементов, но добавить силиконовую, например, еще прослойку, то фонарь был бы вообще классным. Вообще супер был бы фонарь. Но он и сейчас неплохой. Вот. Я думаю, два минуса вот основных я увидел. Ну, вот, я говорю, вот тут вот какие-то цвета непонятные, синие откуда-то взялись. Но это не минус, это уже так, придирки. Ну, в целом, в целом здесь больше плюсов, конечно, чем минусов. Так что вот так вот. Лично мне этот фонарь очень понравился. Я вообще не хочу от него избавляться. Я его использую прямо на постоянку. Не как налобник, но как в хозяйстве. Где-то что-то подсветить, там, куда-то поставить, чтобы он светился. Вот, например, когда у меня в аквариуме освещение выключается, я просто ставлю этот фонарь и ближний свет включаю, там, начиная с мунлайта, чуть-чуть там увеличиваю до турбо-режима. И в аквариум полностью освещается. Очень приятно. Вообще свет очень классный, повторюсь. прям CRI тут повышенный на ближнем, то есть цветопередача хорошая. Фонари, конечно, разные, абсолютно разные вообще там. То есть их сравнивать даже нельзя. Можно просто вот озвучивать плюсы и минусы. И там уже, исходя из потребностей каждого пользователя, уже там определяться, кому что нужно. Лично мне нравятся оба. То есть я вот это, повторюсь, использую в хозяйстве. Это в Уркас HD20. То есть на такой вот прям вот универсальный. То есть с собой я его не таскаю, но где-то дома, вот, под рукой вот он всегда есть. То есть где-то что-то сразу его. Сразу вот этот фонарь идет в дело. А вот Nightcore HU60 я его использую, честно говоря, не как налобник, а как освещение постоянное где-то в походе. В беседке очень удобно наверх закрепить. И освещение можно прям с пульта. То есть как люстра на пульте у вас. Щелк-щелк. В палатке вот я его использовал. Вообще супер. То есть в палатке он, получается, закрепляется там наверху, на крючок. И вот этого провода как раз хватает, чтобы Powerbank лежала именно на полу. То есть не висел, не натягивал вот этот вот крючок, который в палатке. И очень удобно. То есть из палатки я вылез, палатку застегнул и уже находясь снаружи палатки я могу выключить свет. Также я могу включить свет, находясь вне палатки. То есть это очень удобно. Так что Nightcore, его, конечно, как налобник однозначно использовать стоит. Но вот он тоже, так сказать, универсальный. В качестве освещения прям очень удобно. Так что вот такие вот впечатления по этим фонарям. Имейте в виду, я повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, обязательно все пишите в комментарии. Ну а сейчас настало время конкурса. Я сейчас выберу локацию, где буду проходить по очереди сразу с разными фонарями, с вуркосом, с Nightcore. А потом возьму третий налобник X и вы попробуете отгадать, что это за налобник. Но я повторюсь, если включить, так сказать, логику и не отключать ее, то отгадать несложно. Так что имейте в виду. Фонарь номер один Nightcore HU60. Самый яркий, я решил выбрать режим, это максимальный дальний. То есть дальний на турбо режиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фонарь номер два, вуркос HD20, оба диода и ближний и дальний в турбо режиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь фонарь X. Предлагаю вашему вниманию попробовать отгадать, что это за налобник. Я повторюсь, это именно налобник. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, ну вот такое вот видео. Вроде все рассказал про фонари. Конкурс я продемонстрировал. Сейчас освещает меня также фонарь X. Кто догадался, пишите в комментарии. Первые трое, кто верно ответит, получит 150 рублей на мобильный телефон. То есть три победителя будет. Так что имейте в виду. Ну а на этом мне с вами пора прощаться. Благодарю всех за просмотр. И до новых встреч. С вами был Андрей. Не болейте. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА